Всем привет, мне тут очень грамотно забайтили поиграть в Warframe. Собственно говоря, в чём фишка? Я когда-то в него играл, наиграл там порядка 20 часов, но где-то год назад, но потом забросил. И тут общался с человеком, и он такой, да как ты мог забросить? Там же такой сюжет вообще нереальнейший. То есть мне на самом деле сама игра понравилась, но я именно этим и апеллировал, что ну типа как-то вообще не понял о чём игра. Он такой, да ты просто очень мало поиграл, там вообще столько всего крутого. И начал рассказывать. Я не буду сейчас ничего рассказывать, то что он мне рассказал, потому что он меня прям реально забайтил. Всё, 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 стоп. Дальше не рассказывай, дальше я сам поиграю. В общем, давайте попытаемся поиграть в Warframe. Может быть и вам зайдёт, и может быть и мне всё-таки зайдёт. Разберёмся с сюжетом, который здесь есть. Да, и кстати, игра абсолютно бесплатная. В ней есть, конечно, донат. Но донат, понимаете, он очень такой лайтовый. Здесь можно в самой игре заработать вот эту вот платину, которая донатная. То есть продавая внутриигровые вещи каким-то другим игрокам за платину, а не за кредиты, которые здесь являются основной валютой игровой. То есть тем самым зарабатывая эту платину. Ну и получается, если ты много играешь, тебе донатить в игру абсолютно ничего не нужно. Ты можешь просто эту платину заработать и покупать все те же вещи, которые покупают себе донаторы. Ну и, естественно, оставлю ссылку в описании под видео. Если вы никогда эту игру не видели и не понимаете о чём, я этот первый выпуск смонтирую, скорее всего, в виде такого рассказа с основными моментами геймплея. Потому что сейчас будет где-то на полторы часа, если не ошибаюсь, первая миссия. Это уже не первый мой аккаунт. А я специально создал новый, чтобы заново пройти обучение, чтобы всё вспомнить. Потому что я где-то год назад наиграл здесь больше 20 часов. Может быть, часов 25 поиграл. Но я уже на самом деле практически ничего не помню. И уже не помню, как сражаться. Так что мне всё нужно узнать по новой. Здесь у нас с вами сейчас предлагается на выбор 3 варфрейма. То есть у нас с вами сейчас есть Excalibur, Mac, Volt. За Excalibur я играл в прошлый раз. За Volt я вообще не играл. Я вот хочу попытаться сегодня поиграть за Mac. Потому что у Excalibur обилки больше ближнего боя. Но на самом деле потом у нас будут все эти 3 варфрейма. Так что абсолютно без разницы, за кого мы с вами будем играть. Я сейчас на самом деле поставлю ту заставку, которая была в самом начале игры. А потом продолжим уже с того момента, который должен появиться вот сейчас. Столетиями ты пребывал во сне. Без цели, без зова, который пробудил бы тебя. Но теперь что-то восстало из руин старой войны. У нас с вами будут и заставки, и немножечко геймплея, и больше моего рассказа. Но вот это вот начало нужно посмотреть, чтобы понимать, что происходит. Тебя здесь не должно быть, старик. Это мой приз. Ты меня слышишь? Он мой. Вперед. Сестры, близнецы королевы, послали своего любимого командира, вора, на срочную миссию. Защитить тот поход, который они начали. Чтобы преобразить разрозненные колонии в империю. Чтобы Тена, затерянные пребывающие во сне, никогда не проснулись. Тащите сюда. Пробудись же, Теннер. Я вижу, Лотос попыталась пробудить тебя. Жаль, что она слишком поздно. Ты теперь мой трофей, Тена. Теннер. Нет. Это он и забираем с собой. Что он сделал с тобой? Я не могу потерять еще одного Тена. Я выключаю систему способностей твоего варфрейма. Быстро. Используй свою силу. Защити себя. И вот с этого момента начинается обучающая миссия. То есть, по большому счету, это единственная обучающая миссия, которая есть в игре. Она очень небольшая такая, которая просто буквально расскажет, как нам использовать свои умения. То есть, первое умение вот этого варфрейма, которого мы с вами выбрали, это притяжение. Оно притягивает окружающих врагов к тебе и наносит им урон. Это я все рассказываю, естественно, для тех, кто никогда не видел этой игры и не понимает, что здесь происходит. Сторожилым это, в принципе, не нужно, но может, вам просто будет интересно. Корабль для эвакуации в пути. Но граниры будут охотиться на тебя. Вооружайся. То есть, естественно, помимо самих способностей варфрейма, которые мы с вами сейчас управляем, здесь присутствует оружие. На данный момент нам предлагается оружие ближнего боя. Я предпочитаю взять посох. И, наверное, сразу поясню, что из себя представляет эта игра. Это, по большому счету, игра про фарм. То есть, да, это экшен. То есть, мы с вами будем сражаться либо ближним бою, либо у нас будет автоматическое оружие, либо лук, либо что-то типа того, да? Плюс у нас особенности нашего варфрейма. Здесь очень много разных варфреймов с разными особенностями. И в этом-то основная фишка игры. Огромное количество разнообразных варфреймов. Огромное количество разнообразнейшего оружия. И, меняя оружие, ты полностью меняешь стиль своей игры. И это тебе добавляет разнообразия в игру. Но сама игра завязана на бесконечном фарме и экшоне. Но, с другой стороны, здесь фарм и экшон, вот этот он экшен, который здесь присутствует в этой игре, он настолько хорошо проработан, он настолько интересный, динамичный, что он просто не отпускает. Плюс графическая составляющая. Вы сами видите, это еще маленькая долика графической составляющей, которая здесь есть в этой игре. Это, я так понимаю, что обучающий уровень, который был сделан давно. Когда мы попадем с вами в локации, которые более новые, они гораздо более красивые и лучше проработаны. А то обновление, которое выйдет там, когда-то там в ближайшее время, я так понимаю, что оно сделает игру еще более красивой. И что самое главное, это оптимизация. Эту игру можно запустить даже, не знаю, на мешке с картошкой. Ну что ж, давайте вернемся обратно к игре. На боевку мы, в принципе, немножечко посмотрели. Для особенности варфрейма способности посмотрели. Но здесь еще есть такая составляющая, как лут. Собственно говоря, лут бывает из ящиков, лут бывает в виде вот таких ресурсов. Но лут бывает просто из контейнеров, которые разбросаны по всей карте, которые нужно разломать. То есть, например, вот такие вот контейнеры, как здесь. И, собственно говоря, вот это все обучение, которое я вам хочу показать. Потому что дальше в этой миссии делать нечего. Мы просто добежим до точки, где нас заберет корабль и улетим отсюда. И, кстати, у нас появляется еще один собеседник и подсказчик, помимо Лотос, который нам сейчас говорит, что корабль готов и пора улетать. Сам корабль обладает искусственным интеллектом, который будет нам подсказывать по мере вот этих отстартовых миссий, что нам нужно сделать, как нам нужно восстановить все системы. Ну а пока что мы просто отсюда улетаем. Оператор, вы вернулись? Я Ордис. Цифалон корабля. Чень прежнего самого себя. Я не могу служить оператору в таком состоянии. Прикажите мне самоуничтожиться. Я пойму. Нормально так. Нормальные наклонности. Гренир жаждут заполучить эту старую технологию. Она превосходит их собственные. Возможно, эти системы все еще находятся на орбите. Посмотрите на этот беспорядок. Эти дикари. Компоненты удалены. Нижний отсек арбитра лишен жизнеобеспечения. Почему оператор покинул меня? Управление арсеналом может быть восстановлено, если оператор желает. И, собственно говоря, это вот наш корабль. То есть это то место, где нам предстоит проводить большую часть времени между заданиями, где нам предстоит крафтить какие-то вещи. Здесь какая-то дрянь на моем корабле. Обалдеть. Соответственно, в ближайших миссиях нам нужно будет его восстановить. И сегодня в этом выпуске будем этим заниматься. Естественно, миссии некоторые довольно-таки похожие друг на друга. Поэтому я, может быть, буду показывать только какие-то основные моменты и монтировать это довольно-таки коротко. Погнали сейчас восстанавливать арсенал. Нормально. И мы должны получить доступ к арсеналу. Вы уважаете Ордиса. Теперь я смогу снабдить оператора улучшенной огневой мощью. Да, тебя нужно починить. О, нарушение. Это уже разграблено. Что было разграблено? Вы должны выяснить, что капитан Ворс сделал с тобой и остановить его. Но нам понадобится помощь. Я нашла коммуникационный сегмент, который мы должны достать для нашего корабля. Когда будешь готов, активируй навигационную систему. Ордис надеется, что оператор накажет Гринера за то, что они лишили Ордиса оборудования. И вот так как раз выглядит наша навигационная карта. Это пока что только земля. Здесь карта очень большая. И нам нужно будет вот по этой карте как раз управляться на всякие разные задания. Погнали, выполним наше первое. Собственно говоря, я наверное буду какие-то задания очень коротко монтировать. Какие-то поподробнее. Но в основном подробно будет только самое последнее. А еще у меня RGB клавиатура. И она здесь постоянно мигает и переливается во время этой игры. То есть как-то игра с ней взаимодействует. Это просто шикарнейший. На самом деле, если бы вы видели, это действительно шикарно. Нужен тебе сегмент в хранилище данных. Проник в хранилище и достань сегмент. Окей, сделаем обязательно. О, привет, Вор. Аскарида работает. Вырезается глубже. Я вижу тени в ее мразуме. Аскарида это как раз та дрянь, которая у нас прицеплена на ноги и на плече. Собственно говоря, это какой-то паразит, который пытается проникнуть в наше сознание и дает вору к нему доступ. И на самом деле игрушка-то появилась в каком там, 13-м году, да? И на протяжении всех этих лет она улучшалась, улучшалась, улучшалась. И в самом начале при нее говорили, что ну никто в этот клан вообще играть не будет. Но честно говоря, она мега забойная. И вот я играл в Destiny и типа, она не на Destiny не такая прикольная и не такая динамичная, как вот эта игра. Здесь боевки, они действительно более динамичные. Сюжетка, которая сюда прикручена, она действительно лучше. Она действительно, по идее, она, ну я всю сюжетку далеко, далеко не всю сюжетку знаю, только какие-то ее самые-самые основные части. Она действительно круче, так что потихонечку с вами будем ее изучать. И я ничего спойлерить не буду. Для тех, кто не играл никогда, для тех, кто никогда не видел. Потому что я думаю, что такие люди есть. Так как игра не самая популярная в мире. Хотя на самом деле по онлайну она держится на десятке, если не ошибаюсь. В нее играет очень много людей, потому что как минимум она бесплатная, это раз. Во-вторых, она очень классная. Мы добираемся до точки. Ты их получил. Данные все еще целы. Сегмент твой. Следуй к точке эвакуации. С каждым мгновением маскариды врезаются все глубже. Обнаруживая твое местоположение. Ага, а вот и встречающие делегации, я понял. На самом деле сюда я добрался практически без боевки. То есть максимум там четверых-пятерых убил, и все. И то по стелсу. А здесь нас уже встречают. Но теперь нам нужно просто пробежаться обратно. Может быть не обратно, может немножко в другую точку. Просто пробежаться и выбраться отсюда. Вау, вот это очень круто. Вот эта вот фигня, она просто запредельно прикольная. То есть, когда ты вот так прыгаешь в воздухе, зажимаешь прицел. Блин, это прям доставляет. Это реально доставляет. Ну-ка. Только вот ради таких фишек можно играть. Естественно, мы с вами добираемся до точки эвакуации. И эта миссия у нас завершается. По завершению каждой миссии, наш Warframe прокачивается, получает уровень. То оружие, которое мы с тобой взяли, прокачивается. Даже если мы его не используем, а он все равно прокачивается. Мы получаем с вами ресурсы, кредиты. Получаем моды, которые потом можно будет использовать в оружии. Но пока что мы будем получать самые плохенькие моды. Я, честно говоря, абсолютно не знаю, какие из них лучше всего использовать. Пусть с этим будем разбираться чуть попозднее. Подключи коммуникации. Я должна проанализировать действия Аскариды на твой Warframe. Эта технология выше тех, которые есть у Гренир. За этим должно быть стоит корпус. Запускаем системы. Я думаю, что этого достаточно. Ордис благодарен. Оператор теперь подсоединен к другим Тенна в системе. Оператор теперь может связаться с негодяями из черного рынка и с торговцами оружием. Превосходная идея, Ордис. Тенна. Мы должны связаться с перебежчиком из корпуса, симпатизирующего миссии Тенна. Он, конечно, потребует вознаграждения. Вы понимаете, о чем говорит Ордис, оператор? В этом случае вознаграждение будет не в кредитах. Это будет свобода. Я обновила навигационную карту. Ты должен вытащить его из Гренирского ГУЛАГа. Так вот, если не ошибаюсь, при помощи этого магазина можно будет покупать себе новых Warframe, оружие. А также там есть такая фишечка Twitch Prime. То есть, когда вы смотрите стримы по Warframe на Twitch, кажется, там, по часу в день или что-то типа того, вы получаете бонусы в игре, но ваш аккаунт должен быть подсоединен к этому делу. И я уже даже тут прикинул, а не подстримить ли мне Warframe на Twitch? Было бы прикольно. Кстати, здесь во втором задании мне дали компьютерного напарника, и нам нужно здесь одновременно нажать клавиши. То есть, есть места, где невозможно пройти в одиночку, и нужно одновременно нажать на панели клавиши, чтобы открылась дверь. Естественно, игра вообще рассчитана на то, чтобы в нее играть команды, играть кланом по большому счету. Собственно говоря, даже здесь, если не ошибаюсь, есть PvP. Правда, я в PvP здесь никогда не участвовал, и ничего про PvP не знаю. Но нужно будет вообще с этим делом разобраться. А если вообще все это дело зайдет на канале, хоть как-то... Потому что мне, на самом деле, игра дико нравится. И если вам нравятся вот такие вот динамичные, быстрые игры, но вы никогда не играли в Warframe, я вам очень советую попробовать, потому что она прям действительно затягивает тебя. Но есть тут небольшой такой подводный камень. Вот эти все подсказочки, они даются только в самом начале вот этих самых первых миссий. Дальше подсказки заканчиваются, и разработчики оставляют тебя один на один с игрой и с Википедией. И тебе все предстоит узнавать самому, там либо просто спросив, например, в чате. Если это какая-то адекватная вещь, то тебе, естественно, ответят. Если ты будешь надоедать, то, наверное, нафиг пошлют. Но и, естественно, в Википедии. Очень много информации здесь в Википедии. А нам сейчас с вами нужно будет проводить вот этого заключенного, которого мы с вами спасли, до точки эвакуации. Я твой должник-то, да. Мои союзники встретят меня на орбите, как только мы выберемся из этого беспорядка. Доступная эвакуация. Помните, ваш успех зависит от того, вытащите льва оттуда Дарва живым. Так вот, я начал говорить, что если эта игра на канале зайдет, хоть как-то там, ну, не знаю, может, тысячу по двадцать просмотров будет, то, скорее всего, еще и клан здесь свой создам. Потому что, как я сказал, меня игрушка цепанула, цепанула еще в прошлый раз. Лотос должна быть в отчаянии, если посылает тебя за жадными балбесами из корпуса. Корпус. Вот эти вот вставки с лотосом, с вором, это, по большому счету, сюжетные вставки. Они нам разъясняют то, что здесь происходит. Начинают потихонечку погружать в лор этой игры. Ну что, нам сейчас просто самое главное не дать умереть Дарва и дотащить его до точки эвакуации, и все, миссия будет закончена. Ну, естественно, все вот эти вот начальные миссии, они невероятно простые, потому что, ну, чтобы просто игрок мог немножечко научиться играть, немножечко разобраться с оружием и привыкнуть к управлению. Я вижу, оператор теперь может подсоединить сегмент модов. Ордис охотно покажет вам, как улучшить ваш арсенал. Могу я посоветовать огонь? Давайте устанавливать сегмент. Теперь мы действительно можем улучшать наше оружие, если не ошибаюсь, улучшать нашу варфрейму при помощи разных модификаций. Эм, оператор, я привязал систему модов к вашему арсеналу. Не стоит благодарить меня, улучшайте ваши варфреймы. Пройдите в арсенал, чтобы увидеть все доступные возможности улучшения оружия. Отличная находка, оператор. Этих модов существует сотни. Если мои расчеты верны, они дают множество возможностей. Установите мод, прежде чем продолжить. Собственно говоря, мы с вами можем устанавливать сюда моды, в оружие, в нашего варфрейма, но модификации делятся на три вида, то есть это у нас бронзовые, серебряные, золотые. Опять же, модификации есть поврежденные, неповрежденные, но это очень хорошо видно, потому потрескалась картинка или нет. Ну и, соответственно, поврежденные гораздо хуже, чем неповрежденные. Спасибо за помощь в возвращении оттуда. Я перед тобой в долгу, и я часто плачу свои долги. Я узнаю это устройство на твоем фрейме. Это ограничительный элемент. Мой корпус использует нечто подобное, чтобы держать наших роботов под контролем. Итак, в качестве уплаты моего долга, я дам тебе очень дорогой чертеж. Бесплатно. Потому что ты мне нравишься. Ну и вообще-то потому, что многие мои клиенты не живут долго за этих собак-гренир, пожирающих систему. Вот. Используй кузницу, чтобы построить противодействующее устройство по этому чертежу. Удачи. Аскарида Вора въедается в твой варфрейм. Боюсь, это отразится на твоем разуме. Я не могу потерять тебя, Дэна. Мы должны восстановить кузницу корабля немедленно. В руднике неподалеку есть необходимая нам технология кузницы. Я уверена, они поделятся ею с тобой. Локация добавлена на твою навигационную консоль. На самом деле, вот это вот и есть вся игра, по большому счету. То есть нам предстоит впереди огромное количество всяких разных миссий, фарма, я не знаю, сражений. Наше оружие будет становиться сильнее, наши враги будут становиться сильнее. Тут будут боссы и прочая нечесть. Ты обнаружил сегмент кузницы. Теперь подбери его. Где он там? Ну-ка, секунду, подожди, сейчас подберу. Ну-ка, иди сюда, зараза. Это можно вообще с ближнего. Нормально. Если я все правильно понимаю, со мной опять напарник компьютерный. То есть я, честно говоря, не знаю. Может быть, просто это такое обозначение для игроков здесь используется. Черт его знает, вообще них должен быть. Хорошо. Твой корабль на шаг ближе к полной комплектации. Теперь тебе предстоит еще одна задача. Уничтожь всех гренир. Сверши правосудие за колонистов. Окей, сейчас это сделаем. Нам нужно будет убить 30 врагов. Скоро червь доберется до твоего позвоночника. И я буду контролировать твой варфрейм. Я очищу тебя от твоей слепой преданности матери и верну тебя домой. Мать это, я так понимаю, что вот это вот как раз лотос. Сегмент вашей кузницы готов к установке оператор. Оператор собирается создать цифалона, чтобы заменить меня? Какой же он милый, а? Это ужас просто. Так, кузницу мы с вами восстановили. Если не ошибаюсь, осталось парочку модулей, да? То есть вот здесь модуль, хотя... Кузница восстановлена. Здесь оператор создаст множество мощного оружия для... Мести за мой демонтаж! Для усовершенствования своего арсенала. О, нет. Оператор. Наше хранилище было также разграблено. Типичный представитель корпуса. Чертеж, конечно же, бесплатно, а запасы разграблены. Оператор, нам понадобятся ресурсы, чтобы использовать противодействующий оскорительный чертеж. Но здесь на самом деле прописана просто шикарнейшая дилоговая составляющая для искусственного интеллекта нашего корабля. Тенна, я только что получил подробное сообщение от твоего цифалона. Если тебе требуется ресурс, то почему ты об этом не сказал? Я знаю только их местоположение. И вообще-то я теперь требую освинений, потому что моя мать не гимнастки, она бы не стала есть эти вещи. Ты можешь пойти в... Оператор, извините. Оу, тебе, возможно, не помешает купить нового цифалона, когда сможешь позволить его себе. Этот, кажется, дал сбой. Я отметил на твоей навигационной карте одно известное мне место. Подходящее для сбора ресурсов, если сможешь вынести холод. Хорошая работа, но задание еще не закончено. Найди следующий тайник, ты почти заполучил все, что тебе нужно. Ты убил моих сынов и опозорил меня перед королевами. Но скоро... Аскарида выполнит свою миссию и предоставит тебя мне. Оператор, вы в порядке? Это часть твоего путешествия окончена, Тена. Я восхищаюсь твоим упорством, но теперь... Я часть тебя. Лотос, сделайте что-нибудь. Помогите оператору. Мы, Грениры, в миллион раз сильнее, но несовершеннее. Мы больны, гниющие, бесплодные. Но теперь у нас есть ты. Оператор, не покидайте меня, пожалуйста, еще раз. Постройте противодействующее устройство. Я сделал это во имя моей любви. Моих королев. Они простят мне мое неповиновение, когда я доставлю им тебя. Наша любовь возродится, как только мы насыщимся твоей божественной кровью, и наши дети будут процветать без малейшего изъяна. И я умру, наконец-то, в спокойствии, будучи отцом, дедом. Что по-твоему ты делаешь? Блокиратор, скорее, ты готов? Давайте использовать. Но теперь понятно, что он хотел от нас. Ну, более-менее понятно. Но я думаю, эту тему еще раскроет. Окей. Здесь сняли. Тут сняли. Пока. Какая утрата. Тенна? Тенна, отлично. У тебя получилось обезвредить Аскариду Вора. Я думала... Думала, что потеряла тебя. О, нет. Предохранитель на Аскариде был взломан. Она врезалась глубже и пришла в боеготовность. Нам необходимо найти Вора, прежде чем она сдетонирует. Отправляйся к навигации. Абордаж судна Гренир для доступа к их персональной записи будет самым быстрым способом поиска Вора. Оператор, чего же вы ждете? Так вот, нам сейчас с вами нужно быстренько проходить вот это задание, то есть найти мистер по расположению Вора, а потом встретиться с Вором лицом к лицу. Ну что, задание «Встретитесь с Вором лицом к лицу». Задача убийства. Фракция Гренир. Ну, я думаю, что вот это задание можно будет пройти полностью. Но посмотрим. Это наш шанс. Вор лишен своей элитной охраны. Он уязвим. Уничтожь его. Прикольно. Что-то типа операционной. Странно. Подожди. Это типа раненый чувак был? Или может быть какая-то попытка создания другого варфрейма? Вообще непонятно. Вот сейчас мы с вами просто пройдем эту миссию. Конечно, что-то я буду вырезать, но по большей части нет. Здесь довольно-таки много разбросано на всех миссиях вот этих сундуков, ящиков. Здесь, кстати, есть очень прикольные эмоции в игре. То есть можно общаться вот таким образом, если не ошибаюсь. Можно общаться в голосовом чате. Честно говоря, я еще не проверял, но вроде по идее можно. Естественно, обычный чат в игре есть. Много всего. О, сейчас это было красиво. Реально, очень много всего. Ладно, погнали дальше. Ну и, естественно, боевка здесь просто запредельная. Сейчас я просто переключился на оружие ближнего боя, то есть на посох. Потому что, ну, как бы и с лука прикольно стрелять, и с сюрикеной стрелять. Ну, кидать нормально, но они здесь не сюрикен называются, здесь по-другому как-то. Так вот, на самом деле с лука прикольно, но и ближний бой здесь очень классный. И, в принципе, я так понимаю, обычное оружие здесь есть. То есть, как бы, что-то типа пулеметов, винтовок и прочего-прочего, да? То есть каждый выбирает для себя то, что нравится ему больше всего и играет с этим. Но из-за того, что, как бы, игра тебя будет подталкивать к тому, что тебе нужно прокачивать новых варфреймов, новое оружие, чтобы дальше самому прокачиваться. Ну, это, к этому перейдем чуть-чуть попозднее. Это я, естественно, говорю для тех, кто никогда не играл в эту игру и никогда ее не видел. Так вот, из-за того, что игра тебя, как бы, заставляет это делать, тебе все равно приходится вносить разнообразие в свой геймплей. То есть, в то, как ты играешь, то, чем ты пользуешься. Учиться пользоваться другими видами оружия, это действительно очень круто. И на данный момент мне прям очень заходит этот посох и лук. Я прям вот как раньше, как в те первые 20 часов, когда я играл, опять получаю точно такое же удовольствие. Так, здесь у нас реки Лусецкий. Я вообще так понимаю, что это все с какой-то стороны, ну, живые существа. Просто в этих костюмах это какой-то симбиот между органикой и неживой материей. То есть, костюмом, роботом. Соответственно, у Гринер очень большие проблемы. Они размножаться не могут, они бесплодны. Единственный вариант, как они могут воссоздавать себя, это клонирование. И что-то у них там пошло не так. И из-за этого они такие уродливые и страшные. И Тена им нужна для того, чтобы это дело исправить. Кровь Тена, они для этого ее хотят. Но на самом деле, прямо сейчас я предлагаю просто отправляться к вору. Потому что здесь очень много ресурсов. Очень много подтайных мест, где сундуки с ресурсами, ящики. Этого в будущих выпусках хватит, а может быть даже на стримах. Глупый Тена, ты понимаешь, что твой лотос отправил тебя на смерть? Твой труп хорошо нам послужит. Ну что? Давайте ему докажем, что он ошибается. Ну-ка. Вот и цель для убийства. Вы знаете, что делать. Да знаю, знаю, что будет хорошо, не переживай. На самом деле, как-то это очень просто, мне кажется. Подожди. Ты присоединишься к нам. Так. Или иначе. Да подожди, хватит дергаться. Мне сейчас хотя бы трочиться и немножечко в тебя попадать. Зараза, давай же. Эй. Это же должно быть очень-очень просто. Я же вроде... Блин. Я же вроде правильно целюсь. Тихо. Где он? А, он сзади. Тона. Давай его в рукопашку. Главное следить за щитами, потому что... Щиты это самое главное сейчас. Все? Нет? Что произошло? Здесь просто несколько фаз у него. Я тебя понял. Хорошо. Так вот. Щиты у нас с вами восстанавливаются. Если он их нам просадит до конца, то у нас будет понижаться здоровье. Если здоровье упадет до конца, естественно, мы умираем. Поэтому... Поэтому если нам просадили щиты, убегаем и ждем, когда они восстановятся. Давайте понастреливаем. Вот так вот гораздо проще. Не, ну так действительно гораздо проще. Интересно, сколько у него фаз? Да попадишь ты в него. А, я понял. Следующая фаза. Окей. Окей. Он восстановился. Ща подожди. Да. Стой ты. Смотри, у него здоровья все меньше и меньше. Твой труп хорошо нам послушает. Да на нафиг. Тихо, 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 тихо. Тихо. Не надо. Давай-ка, давай-ка. Просто зарядим ему с посока. Тено, смотри. Динадотор, скорее всего, только что разрушился. Как будто он был напрямую связан с вором. Здесь все кончено. Пора на эвакуацию. И все, что ли? Че, так все просто, что ли? Ну ладно, давайте хотя бы ресурсы-то соберем. Ммм, смотрите, здесь кредиты. Ну, это прям было чересчур просто, честно говоря. Мне кажется, в прошлый раз мы это дело как-то проходили. То ли вместе с кем-то я это проходил, то ли еще что-то. Мы, кажется, играли на стримах давным-давно с друзьями. Вот как раз вот стримы устраивали и втроем проходили. Или вчетвером, я, честно говоря, уже точно не помню. Но это было то ли сложнее, то ли, наверное, просто вор, когда ты играешь командой, он сложнее. Когда ты это соло проходишь, он автоматически становится слабее. Ну все, погнали отсюда, потому что вот это вот как раз и была основная сюжетная начальная линия, завязка игры. И мы ее с вами посмотрели. Ты сделала это, Тене. Аскарида Вор исчезла. Ты свободен. Но твоя работа только началась. Изначальная система погружена в хаос. И нуждается в тебе, Тене. Вор был только частью механизма Гранир. И мы видели, что корпус начали копить свое собственное оружие. Настали опасные времена. Ордис будет рад помочь оператору прокладывать кровавую тропу. Любой миссии, которую он выберет. Мне нравится, как ключит у нас Ордис, и это действительно очень круто. И вот смотрите, как раз насходящее сообщение. И здесь рассказывается об этих вот праймах. Это имеется в виду как раз твич. И когда ты смотришь на твиче, какие-то трансляции связаны с варфреймом. Трансляции просто, ну типа стримы. Стримы разработчиков, стримы просто игроков, да? Стримеров обычных. То будешь получать в игре какие-то редкие штуки. Но на этом этот выпуск мы с вами завершим. Посмотрим, как он зайдет. Но на самом деле я хотя бы парочку-тронечку еще сниму. Мне нужно придумать концепцию, как я буду делать выпуски. Ну стримы это стримы, на них просто будем играть. Но на этом все. Если вы здесь впервые, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре, а даже другим играм. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк. Но пока что вот конкретно в данный момент стримов не будет, как только у меня появится свободное время, тогда запущу стримы. Стримы не на ютуб, стримы на твич.